Супаново пахнет скупятся на озеленение и роскошные сведники стали фирменным знаком коттеджного поселка. На территории жилого комплекса уже высажено полторы тысячи деревьев и кустарников, три тысячи многолетних растений и десять тысяч однолетних цветов. Все растения привезены из лучшего питомника Германии и подобны с учетом специфики климатических условий средней полосы России. Посадочные схемы сформированы по принципу всесезонной декоративности. В клумбах подобраны растения с различными фазами цветения, чтобы они не пересекались, а плавно дополняли друг друга. А это значит, что растения будут радовать жителей своими красками круглый год. Получились вот такие декоративные группы, очень сложные, но постоянно радующие зрителя своим декоративным эффектом. В данном случае мы видим применение и многолетних растений злаков, и однолетних растений петунии, которые привлекают ярким цветом зрителя. И кустарников таких, как азалии, яблони, сирени. И центр композиции вот этой чудесной голубой ели, которая зимой будет радовать жителей поселка. Безусловно, посаженные растения требуют тщательного профессионального ухода. По словам главного ландшафтного дизайнера Виты Буниной, все растения благополучно перенесут зиму. Самые большие расходы запланированы на укрытие рододендронов. Вокруг каждого будет строиться домик. У нас есть бригада профессиональных садовников. Разработана профессиональная программа ухода за растениями. Она будет состоять из грамотного полива, своевременного внесения минеральных удобрений, обрезки кустарников, если это нужно, и укрытия определенных растений на зиму. Более того, сотрудники жилого комплекса находятся в постоянном контакте с немецкими коллегами. Весной с недельным рабочим визитом в коттеджный поселок приезжал главный агроном питомника Петр Ренке. Он помогал высаживать растения и делился особенностями ухода за ними. А несколько дней назад Суханово парк посетил президент питомника Геан Детер Брунс, который очень высоко оценил работу по озеленению поселка и поставил твердую пятерку сотрудникам ландшафтного отдела. Мы имеем огромные общественные территории, которые будут озеленяться самым серьезным образом. И у нас большие планы на будущее. В ближайшее время мы будем заниматься прибрежной территорией Сухановского пруда. Мы будем оформлять искусственные пруды, которые мы построили в лесной зоне. Мы будем заниматься самим лесом, очищая его и прокладывая дорожки, по которым можно будет кататься на велосипедах, ездить с малышами на колясках. У нас будет большое количество детских площадок. Спортивная зона уже заканчивается, и мы приступаем к ее озеленению. Совсем скоро коттеджный поселок Сухановый парк превратится в цветущий сад. В его тенистых аллеях смогут отдохнуть все желающие, а самые юные жители будут играть на детских площадках.